Поздравляя сотрудников Владимирского участка Горьковской железной дороги с праздником, губернатор Светлана Орлова отметила большой вклад железнодорожников в экономику региона. И дело, по словам губернатора, не только в крупных контрактах с РЖД на поставку продукции местных предприятий. В увеличении туристического потока в 33-й регион – это во многом заслуга машинистов, электромехаников, диспетчеров и проводников. Очень важно, что вы работаете качественно, профессионально, и что сегодня ваши работы довольны наши граждане. Мы также высоко ценим нелегкий труд железнодорожников. Выражаем уверенность в том, что в дальнейшем ОРЖД будет увеличивать объемы перевозок пассажиров и грузов, повышать качество и безопасность транспортного обслуживания. По случаю юбилея лучшим железнодорожникам вручили ведомственные награды и дипломы администрации области. Электромеханик Игорь Амозов 26 лет работает на железной дороге, обеспечивает электроснабжение на станции Новки в Камешковском районе. Говорит, с открытием скоростного движения работы заметно прибавилось, но и обслуживать оборудование стало проще. Переходим от масляного на полное оборудование к вакуумному оборудованию, чтобы они намного надежнее и легче в эксплуатации. Ни масла, ничего не надо к нему возить. Он так работает. Так что постепенно. Он намного лучше стал. Пустили скоростное движение, соответственно, и уже ответственность намного больше, чем раньше была. Потому что еще часть пианат мира прошел. Это вообще было здорово. Поездов сколько, партнерскали. Мы вообще старались, чтобы все было гладко. Такая модернизация железных дорог, по словам главы РЖД Олега Белозерова, была бы невозможной без участия самого региона. Комплектующие для стрижей, ласточек и сапсанов делают именно во Владимирской области. Региональные власти активно поддерживают будущее строительство высокоскоростной магистрали Москва-Казань. Компания осуществляет закупки на многих предприятиях области. Это результат нашей совместной работы. Безусловный приоритет в работе у АО РЖД – сервис для пассажиров. Во взаимодействии с Владимирской областью мы реализуем все самые современные технологии. Только вчера новый поезд соединил Москву и Муром, а объем, произведенный владимирскими предприятиями продукции для НУШТРЖД, уже превысил 3 миллиарда рублей. Область поставляет железнодорожникам кабины для поездов, стрелочные переводы, тепловозы и комплектующие. Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Казань – один из самых перспективных железнодорожных проектов. Светлана Орлова рассчитывает, что глобальная стройка станет мощным толчком для региональной экономики. У нас сейчас бюджет 65, а если пойдет ВСМ, мы посчитали, и будете выбрать нашу продукцию, то у нас бюджет будет с вами 150 миллиардов. Мы в этом заинтересованы как никто. В границах области планируется 4 остановки высокоскоростных поездов в районе городов Владимир, Ковров, Петушки, Гороховец. Как только остановка, вокзал, уже инвестиционные проекты, есть предложение, что строить. Уже в ближайшее время 33-й регион начнет поставлять еще 8 наименований продукции для строительства железных дорог. Кроме того, на владимирских предприятиях идут новые разработки компонентов для РЖД, которые смогут составить конкуренцию с зарубежным аналогом.